Шалом, друзья! Как вы все знаете, у нас сегодня обновление, сегодня 7 мая, и скорее всего, когда вы смотрите это видео, сервера проходят техобслуживание. Но Горена почему-то вообще не говорит никаких изменений, хоть и они достаточно такие веские и прям глобальные. В большинстве они, конечно, битвы отрядов, ну и просто в игре они тоже есть. Сегодня я вам о них расскажу, но мы не будем долго тянуть, прожимай лайкос, пиши коментос, а мы погнали в видос. Так, первый, ребята, пункт, это у нас оптимизация систем, ну просто там всякие баги, какие у вас и были, скорее всего, их пофиксили. Посмотрим, как Горена с этим справится, обычно Горена с этим плохо справляется, хотя последняя новая, в принципе, нормально. Так что, надеемся, Горена тут не обострется. Далее, исправление ошибок, ну это, в принципе, как раз таки баги и всякие неполадки, тут, опять же, надеемся, Горена не облажается. Следующее, увеличенный урон от зома в режиме битвы отряда, что, на самом деле, весьма сомнительный пункт, но недавно я видел, там опрос был о Горене, боролись с АФКшниками, и это, наверное, одна из мер борьбы, но она, на самом деле, сомнительная, я думаю, она помешает обычным игрокам, которые не АФКшны. Я предлагаю просто ввести какую-то систему банов, жалоб, и как-то уже по этому что-то вычислять, какие-то там баны давать, или снимать трейдинг, что-то по типу того. А вот такие мерки, по мнению, очень эффективны, ну, возможно, они и в других целях сделаны, но я думаю, все-таки в этих. Далее, битва отрядов теперь на Калахаре, но только в классическом режиме, так что такое себе. А я, ребята, все равно буду снимать все видосики, так что, если вы ждете, пожалуйста, дайте об этом знать. Сейчас у вас подсказочка справа вверху, голосуйте, если хотите, там видосы, там нычки, позиции, там битвы отрядов, все, что там есть, прострелы, вот это все, так что, если хотите, то голосуйте. Ну, а так, в принципе, это круто, Горена развивается, битва отрядов развивает. Я думаю, на самом деле, следующее, чем мне надо будет, про битву отрядов, потому что, Горена, так, я думаю, нехило в него вкладывается. Ну и далее, собственно, ребята, все изменения, про которые я вам говорила, в принципе, тут самые масштабные сейчас пойдут. Обновление магазина в режиме битвы отрядов. Первое. Пустынный орел от 900 дешевеет до 800. И это, в принципе, ну, я не знаю. Мне, вот если честно, стратишь, но во втором раунде, потому что же всегда его берут до 100%, так что, в принципе, от этих 100 монет особо, ну, что там, еще какие-нибудь там грибочки купишь. Ну, хотя, в принципе, да, грибочки, это хорошо, так что да. Далее. Томпсон с 1200 увеличен до 1400. И это просто имба. Тут уже Горен понимает, что Томпсон имба, и делает его дорогим, и тем самым он уже не будет имбой. Он не будет имбой, соответственно, за свои деньги. А так он имбазал за свои деньги до этого был. Ну, а как пушка, он, в принципе, просто чуть лучше, чем остальные. А тут его прям приравняют, а, возможно, даже зароют ниже других. И тем самым откроется у нас роль для следующих пушек, которая у нас прям идет следующая. Это MP5. Ее очень сильно подняли в цене. Из-за этого я даже, наверное, ни разу с ним не играл. Хоть ее подняли по статистике. Горена стопудовая это тоже понимает. Так что она сделала дешевле на 100 монет, опять же. И теперь она стоит 1300. Далее изменение, от которого я просто офигел. Ну, тут я, конечно, не на 100% уверен, но все же, короче, смотрите. АК дешеве до 1700 монет. Я не знаю, сколько она стоит сейчас, но либо 1900, либо 2000. И сейчас коллаж будет прямо, ребята, имбой. Так что, думаю, сейчас надо снимать обучалку, учиться играть с этим диким разбросом, брать Лауру и так далее. Ну, это прям очень значительный, такого мощного девайса улучшение. Так что, ребята, готовьтесь, с ним будут играть все. Далее, небольшое изменение. Аскар с 2000 дешевеет до 1900. Тем самым, ребята, Горена что делает? Раньше все шли в раж, и сейчас, получается, они что делают? Пушки по типу Томпсона, они их просто делают очень дорогими. Аскары и калаши делают дешевле. Тем самым сейчас будет борьба идти на дальних позициях, на всяких нычках, которые, ребята, как раз таки для вас очень сильно полезны. Так что, смотрите вот это видео. Оно очень полезно. Тут просто топ-позиции. И, в принципе, я думаю, это дает больше тактических лазей к другим командам. Далее, просто значительное изменение, от которого я, честно, в шоке. Стенка с 200 монет дорожает до 300. Это просто капец. На 150 процентов, или насколько это получается. Короче, я хозек, насколько это получается. Но, в общем-то, на 50 даже процентов, но это просто дохерища. Я даже не знаю, что этим хочет сделать Горена. Опять же, ребята, дискриминация ближнего боя. Тем самым Горен заставляет нас думать головой. И, опять же, открывает кучу окон для всяких тактик. Но, не знаю, для меня это очень-очень спорное изменение. Пишите свое мнение обязательно в комментариях. Ну, и последнее изменение, на которое мне, честно, плевать. Открытый глобального чата. Я не знаю, зачем это Горена делает. Друзей, я сомневаюсь, что там найдете. Он, скорее всего, добавит лагов. Может, каких-то там мошенников даже будет. Мне реально интересно, что будет с этим. Что реально будет с этим? Потому что, я помню, я раньше играл в одну еще онлайн-игрушку. Там, в глобальном чате, просто так всех разводили. Даже я, короче, на два аккаунта чуваков там развел. Так что не знаю, как тут Горене будет с этим обстоять. Ну, и, в принципе, на этом все. Обязательно пишите свое мнение в комментариях. Делитесь этим видосом со своими друзьями, потому что они стопудово не знают, потому что Горена вообще все замалчивает. Измены такие достаточно критичные, я вам так скажу. Оцените видео своим лайкосом. Также не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать такие же актуальные видео. Ну, а с вами был Майор. Всем удачи и всем пока.